Идеологам террора мало тех жертв, которые они получают от террористических актов. Теперь они делают ставку на глобальное уничтожение. Пока это выражается всего лишь в унижении женского населения, но в дальнейшем грозит полной деградацией. Запрещая учиться девочкам и девушкам, они получат неграмотных матерей, которые воспитают в свою очередь неграмотных детей. За три поколения, а это порядка 60 лет, можно добиться полной деградации. Деградантами проще руководить. Им легче доказать, что их жизнь не имеет цены. Запрещая образование для девочек и женщин, экстремисты уничтожают не только их будущее, но и будущее всего мира. Причин вовлечения женщин их может быть несколько. Но первое всего, конечно, это социальный фактор. Во-вторых, это, конечно же, религиозная неграмотность. Третья причина – это все-таки личностные, психологические причины. Это склонность женщины в вовлечении в экстремистскую организацию. Мотивы в совершении террористического акта у женщин тоже могут быть разные. Если анализировать ситуацию по Норд-Осту, там очень был сильный компонент мести за жизнь братьев. Женский суицидальный терроризм в мире есть, но он намного меньше представлен, чем мужской суицидальный терроризм. Женщины с охитки бывают, конечно, но обратно очень сильная эмоциональная подавленность, эмоциональная нестабильность этих женщин, она, наверное, играет большую роль даже, чем радикальность ее убеждений. Редактор субтитров А.Семкин